всем привет меня зовут алена и вы на канале караколь стич сегодняшнее видео я посвящаю моим покупкам покупки которые я привезла из путешествия покупки вышивальные про не вышивальные я говорить не буду хотя вы знаете нет наверное я все-таки немножко скажу у меня не совсем адекватные наверное не вышивальные покупки потому что мой муж он шеф cordon blue это известная самая лучшая кулинарная школа в мире и естественно когда мы летаем куда-то наши покупки это что это кастрюльки сковородки лопаточки прихватки формочки в общем все что связано с кухней и с приготовлением еды приправы девочки в этот раз мы тащили я не знаю пять сковородок наверное две чугунные сковородки огромные то есть представляете чугунные съемной ручкой вот просто они не их не подъемные как на это все впихнули в чемодан я не знаю в чемоданы окей не в один плюс мы купили для поэй для приготовления поэй это сковорода с треногой и с подключением газа то есть это целая система кстати я сниму видео мы делать будем на выходные поэй и я сниму видео как мы ее делаем и что это за аппаратик который мы прикупили кому будет интересно следите за моими выходами на новых видео вот так что наши покупки всегда какие-то неадекватные немножко то есть мы не покупаем сувениры из других стран но если только магнитики на холодильник и то не всегда а вот но зато покупаем кастрюльки сковородки прихваточки тряпочки там я не знаю все что связано с кухней ужас ужас ладно это лирическое оступление девочки ой сейчас я вам покажу что я все-таки купила и вышивальных из вышивальных покупочек девчонки ну вы знаете что в панаме у меня проблема с тканью с конвой в панаме как таковой конвы нету если есть то какая-то рыхлая 11 каунт иногда 14 попадается но канва отвратительного качества думаю может быть даже местная какая-то я так думаю потому что ну я не встречала такую дырявую и такую рыхлую конву не в одних не наборах не в магазинах в других до других странах и так я пошла в магазин в рукодельный естественно купила девчонки ну вот такие отрезы это равномерка я не знаю кусок огромный здесь хватит насколько но наверное на три крупных картины то есть это еще вот еще пополам да то есть девочки я не очень сильно в равномерке я не знаю какой это каунт но скорее всего похоже что какой-то наверное 18 наверное не знаю такие вот меленькие посмотрите может быть кто-то что-то сможет мне сказать я не знаю как видно какой-то каунт может быть я понятия не имею девочки вообще совершенно потом купила цвет такой бежевенький да вы видите ну такой натуральный не белый белый я не хотела потому что белый всегда от наборов есть или если даже равномерки нету ту канва остается поэтому белый как-то у меня не было необходимости дальше купила 18 канву аиду тоже огромный огромный кусок это все еще в два раза сложено да то есть огромный кусок тоже такой молочного наверное или такого чуть-чуть персиковому от клипа не знаток ну красиво я взяла даже даже несмотря на то что у меня не было задумки задумки купить вернее какой-то проект вышивать подбором или что-то я взяла на всякий случай хотя мой мой хомяк вернее моя жаба убедила моего хомяка потому что я думала что я вообще не смогу остановиться столько наборов красивых девочки но я же так поэтому скучаю представлять последний раз я такое видела лет шесть-семь назад им и продавец которая работала в этом магазине когда я приехала она меня узнала она мне там все как начала выкладывать но я же не нормальная как все вышивальщицы раньше да она говорит вас трудно вообще забыть я же там когда приходила в магазин у меня же весь магазин на ушах стоял я такая эмоциональная я все хотела мне все выкладывали я брала просто кучами ну как все ненормальные вышивальщицы ладно в общем она меня узнала и тоже начала мне все также выкладывать но жаба победила но потому что я понимала что в принципе я просто не могу это утащить и так далее но ткань я взяла теперь я взяла еще 16 то тоже огромный огромный такой отрез 16 аида тоже такой молочного цвета в общем не белый белый я не брала девочки не знаю не брала решила что нет не буду белым вот тоже пригодится в хозяйстве пригодится еще девчонки купила льна кусок лен натуральный тоже огромный огромный кусок но вы знаете я сначала думала что что-то буду на нем вышивать потом когда уже сюда вот приехала стала смотреть нет он равномерно но он просто очень очень крупным как похоже тогда на одиннадцатую канву наверно то есть вот такой он крупный и дырявый видите просвечивает я подумала что я может быть все таки что у меня там собака или что-то у меня там что-то у меня бегает что я все таки может быть оформлю или подушки какие-то ночью не за ну пусть лежит в хозяйстве пригодится неважно понимаете неважно ткани нету ткани купила я довольно как-то но а теперь я говорю что я не купила белую белую аиду ха 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 я купила тоже 14 каунта каунта 33 таких отреза 27 на 25 сантиметров свайгард ну тут видно по оранжевым этим полосочкам да на самом деле это я взяла если вы помните тоже ли кто следил за моими видео я говорила что я буду вышивать к моим амадином попугайчиком буду вышивать еще калибри и зимородок но вот я решила что я наверное вышью калибри и зимородка потому что это будет подбором на вышиваться у меня нет наборов и у меня уже куплены нитки на эти два дизайна схемы есть все да то есть я буду вышивать подбором и я буду вышивать на на этой беленькой аиде потому что попугайчики у меня вышиты тоже на такой же аиде ну и один кусочек так на всякий случай чтобы чтобы было дальше что я еще купила из такого интересного из интересного для меня потому что я не пользуюсь никакими новшествами на самом деле в общем все по старинке как я уже говорила с вышива я взяла купила немножко иголочек 20 24 22 номер девочки не знаю просто так купила потому что здесь с этим проблема иголочки нету иголки у меня теряются у меня есть мои любимые иголочки которые уже все там почернели ушки уже золотые у каева были уже стерлись в общем ниточки уже бахромят эти ушки да они сточились так что я все это повыбрасывала вот и приобрела приобрела такие иголочки буду смотреть вот собака моя пришла ко мне дальше что еще я хотела сказать дальше вот купила так от фирмы clover это новая для меня фирма я ничего не покупала от этой фирмы ничего не знаю ну просто смотря ваше видео и знаю что все хвалят эту фирму я взяла нитка обдевателя тоже это продавец магазина мне очень рекомендовала говоришь она уже потом три-четыре года и никакие другие нитка обдевателя и не нужны и не ломается в общем вечный посмотрим дальше девочки ну я не могла конечно уйти не купить ни одного набора хоть маленький наборчик но я должна была купить в планах у меня стояли совершенно другие вещи другие наборы другие хачушки но я когда была в магазине я увидела отшив ну вот в общем я увидела на стене отшив вот этих бабочек я не любитель бабочек вообще но я не смогла устоять и купила этот маленький наборчик шикарный набор тандем бабочек есть артикул этот у меня 130 есть еще артикул 131 вот и на стене висели два две эти оформленные работы и хотела я купить два набора но к сожалению наборчиков второго набора не было поэтому мне пришлось довольствоваться только этим набором ну вот такие мои покупочки так что в ближайшем буду я купила этот наборчик повторюсь артикул 130 девочки ну вот вы видите я говорю не любитель бабочек а у самого кольцо с бабочкой да ну посмотрите разве можно так говорить просто дело в том что я никогда не вышивала бабочек как-то у меня эта тема вышивки совершенно не интересовала они за того что я не люблю бабочки бабочки просто шикарный обожаю бабочек просто никогда не вышивала но устоять перед этими бабочками конечно бы я была безумно счастлива если бы мне удалось купить второй набор но буду просить наверное кого-то из девочек то вы мне купил и прислал сюда посылкой может быть попробую на каких-то сайтах на мир крестиком или мир вышивки которые все рекомендуют но не знаю потому что я один раз уже заказывала вам рассказывала помог предыдущих видео почти больше чем на 100 долларов у меня просто посылка пропала и никто не интернет-магазин не ночью никаким образом ну чтобы потерялась совершенно куда она ушла непонятно ну то есть все вторая посылка дошла первая пропала бесследно поэтому как-то мне очень уже страшно вот заказывать именно да лучше просить кого-то из знакомых но неважно девочки вот еще хочу показать вам какая цена вот этого наборчика 11 евро я не знаю сколько стоит в россии но вот в латвии такая цена на небольшой наборчик а и вот если вы посмотрите внизу еще есть маленькая картиночка бабочки вот это 131 артикул да то есть их вообще по идее конечно было бы шикарно в паре но я начну скоро вышивать эту работу и буду искать где бы мне купить парочку на вот ну вот наверное на этом все большое вам спасибо если вам понравилось видео или есть вопросы задавайте пишите в комментариях с удовольствием отвечу как всегда повторюсь я за коммуникацию так что стараюсь отвечать всегда всем вот большое вам спасибо что зашли на мой канал всем пока пока быстрых иголочек ровных крестиков кому понравилось пальчики вверх чао